В Северной Осетии завершился досрочный период ЕГЭ. Всего на сдачу экзаменов было подано 228 заявлений. Однако сколько человек по факту приняли участие в досрочном периоде, пока говорить рано. Точная цифра станет известна после всех подсчетов. Досрочный период состоял из двух этапов. Экзамены сдавали в основные и резервные дни. Последними для участников ЕГЭ стали экзамены по русскому языку и математике профильного уровня. Кстати, отметим, что сдавать экзамены в резервные дни могут участники, выбравшие предметы, экзамен по которым проводился в основной срок в один и тот же день, а также те, кто пропустил тестирование по уважительной причине, подтвержденной документально. В резервные дни русский язык сдавали три человека, профильную математику два, химию три, историю четыре человека. Для них во Владикавказе был организован один пункт проведения экзамена на базе общеобразовательной школы-интерната. За ходом экзамена следили сотрудники Министерства образования и науки Северной Осетии, а за прозрачностью и объективностью – общественные наблюдатели. Результаты экзаменов по географии, русскому языку, истории, химии и математике, которые прошли в досрочный период, уже известны. С ними можно ознакомиться на сайтах Министерства образования и науки и в местах подачи заявлений. Напомним, согласно расписанию единого государственного экзамена, досрочный этап ЕГЭ стартовал 20 марта. Основной пройдет с 27 мая по 1 июля. А сейчас к другим темам.